Дружки от светских семей. Бредотык. Библиотека Кукивель. Анонимный дар от Туранги Лилы. Приветствуем на церемонии вручения наград молодёжи. После них вручим награды за выдающиеся секс-эбэски. Но сначала номинанты на звание лучшего детского сериала «Улица Медлам». «Приключения Питболя и Белки Страшилы». «Даша Разрушительница». И «Бредотык». Ну ладно. Что больше, итальянский четвёртый размер или американский средний? Сколько калорий в маленьком йогурте с зелёным чаем? Назовите любые 12 отчаянных домохозяек. Как прошёл день? Надеюсь, ты победишь, Лила. Спасибо, Фрай. Приятно иметь поддержку простых зрителей. Я звезда сериала. Тсс. И Слёрми за лучший детский сериал получает... Туран-Галила за «Бредотык». Туран-Галила номинируется первый раз и второй раз ходит на каблуках. Испытание завершено. Каков счёт? Мужчины пять, женщины меньше. Эй, он врёт. Естественно. Это было испытание на то, кто лучше врёт. В этом раунде победили мужчины. Выкусите, сидячие писсуарщицы. Я так рада, что меня выбрали среди стольких ужасных сериалов. Всем моим юным друзьям в приютариуме, спасибо, что вы вдохновили меня стать вашим героем. Пускай, Слёрм! Ну, уже два часа ночи, а ты не приступала к завтрашней серии. Я же не могу писать здесь, где все так громко мною восхищаются. Прости. Полечу в свой тихий уголок, где я смогу побыть одна. А вы, банальщина, домой на автобусе доберётесь. Банальщина? Да чтоб ты знала, я сам страйзики на трусы пришиваю. Как вы, возможно, заметили, становится жарко. Хорошо. Жара. Это вы, тёлки, термостат накрутили. Завтра утром эта планета максимально приблизится к Солнцу. Оно сварит вас заживо, как старых цирковых животных, если вы не успеете пересечь великую щелочную равнину и набраться до пещеры Гармонии. Отличный был массаж. Может, даже лучший. Так где это мы? Бридотык? Он существует? Ой-ой, кажется, мы ходим кругами. Узнаю этот узор из бороздок на той гипсовой породе. А вот мой ботинок. Боже, мы все умрём в вагонии. Приветчики, парни. Вам дорогу подсказать? Нет, обойдёмся. Не беспокойся. Что сказал чудовище? Отличная серия получится. Только помедленнее, я не успеваю печатать. Ну и ну. Ты не придумала сериал. Ты просто записываешь за этими занудами. Не сдавайтесь, сестрицы. Всего пара километров осталось. Возьмём себя в руки. Смотрите. Распродажа. Что? Где? С ума сойти. Распродажа оказалась миражом. Вот блин. Лила сказала бякое слово. Нет, нет. Когда мы злимся или грустим, мы говорим не то, что хотим. Сегодня не дойдём. Придётся разбить лагерь здесь, у ботинка. Господа, когда солнце встанет, мы все обуглимся. Это наши последние часы вместе. Если знаете пошлые анекдоты, сейчас самое время. И кака, и пися, и пенис, и гей. Эти слова говорить ты не смей. Господи, все идеи ты украла у невинных бедняк, а славу присвоила? Я тебя недооценивал. Лила, ты, может, и помешана на славе, как Леди Гага, но зато сирота от тебя без ума. Молодец. Спасибо, что пригласила нас на съёмки. Дети так не радовались со дня кормёжки. Спасибо. Они меня вдохновляют. Но не только они, правда, Лила? Шуморок градусов жары, а из питья у нас только недиетическая газировка. У меня фигура так испортится. Стойте, я забыла, что Амана у нас холодильник. Если зарядить её фреон с помощью газового компрессора, мы переживём жару и доберёмся до пещеры. Да, но единственный газовый компрессор на этой планете установлен в заднице Бендера. Тот-то на меня встал, что ли? Обожаю притеснять низшие классы. Ну, нам пора. Нам ещё в мусоре надо банки поискать. Так, детки, построились. Вперёд, вперёд. Мой любимый ботинок. Прощай, жестокий я. Это я из Кинтика научился. Это труднее, чем самый лучший сериал? Я его не создавала. Я его украла. Воровство – процесс творческий. Нет, это не так. Ребята, выходите. И снова офигеть. Привет, Лила. Я как раз рассказывала друзьям, что нельзя есть спор. Есть только один способ решить этот конфликт. Так, а почему мне не больно? Мой стручок пропал. Мои девочки. Моя антенна. Моя фигулька. Мои гноборы. Погуглите. Может, нам спеть об этом? Да, спойте. Не надо, коровка. Так что тут происходит? Эта планета – настоящий бредотык. А эти создания – настоящие тычки. Я лишь записывала их милые сюсечки-пусечки. Ты врала! Как прыгун, когда он украл у Барматуна шишку. Немного подумав, я решил вернуть вам пол. Не круто, пацан. Наш пол весь переперепутан. У меня теперь как его там, вместо фигульки. Тупой ты как тебя там. Неплохо, как перевёрнутые улыбки. Ты о грусти? Мы такого слова не знали. До сих пор. А я ещё надевала костюм в виде кекса, который меня полнит. А я ещё одалживал у тебя деньги. А я хотел сделать тебе предложение. Если ты не можешь придумывать сказки, я тоже... Сейчас всё исправлю. Я получил зов о помощи и прибыл как только захотел. Можете не благодарить. Ну чё за дела, браток? Теперь мы навсегда такими останемся. Остынь, чувак. Ну, привет. От шеи ниже. Погодите, я же голливудский телепродюсер. Я знаю отличный выход из ситуации. День спустя. Если не хочешь, чтоб внутри жила бяка, не смей есть сколок к хулибяку. Снято. Не удивительно, что там такая грязь. Этими штуками фит прицелишься. Ненавижу быть мужиком. Я воняю, у меня морда чешется, и жрачка в стрип-клубах отстойная. Точнят. Что? Кто сказал, что я их обдираю? Я. Я им плачу. А ну идите сюда, вот ваша зарплата. Наконец смогу пойти к логопеду. А страховка покрывает мой прозак. Электричество, водопровод. Наша жизнь стала в миллион раз лучше. Но уверена, женщинам сейчас ещё хуже. ОМГ. Быть тёлкой так клёво. Теперь, когда я говорю что-нибудь глупое, мужчины смеются и покупают мне подарки. Вот шлюшка. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...